Здравствуйте! Вы смотрите программу «Наше время» в студии Владимир Сорокин. Коммунальные проблемы, медицина, образование, формирование заработных плат и еще десятки вопросов обсудили исполняющие обязанности губернатора Сергея Миняева и руководителя агентства стратегического развития Севастополя Алексей Чалый на встрече с жителями Балаклавы. Во дворце культуры и рудоуправления собрались сотрудники этого предприятия, жители Балаклавского района. Со вступительным словом горожанам обратился руководитель агентства стратегического развития Севастополя Алексей Чалый. При реализации тех базовых проектов, которые сейчас летны, мы можем увеличить валовый региональный продукт региона Севастополя в три раза за пятую. На вопросы Балаклавцев ответил руководитель города Сергей Миняева. По мнению исполняющего обязанности губернатора, все проблемы можно решить, если работать сообща и по закону. Мы должны поступать в рамках закона, уважаемые друзья, чтобы потом, после наших необдуманных решений, исполнительная власть не страдала имидж и не страдала Россия. Также время встречи жители Балаклавы задали вопросы, касающиеся развития города и района. Дмитрий Слизовский, Наталья Бабкевич, программа «Наше время». Сегодня в Большом зале Дома правительства состоялось заседание Президиума градостроительного совета на повестке дня концепции культурного развития и благоустройства Инкерманской долины, реконструкция торгового центра по улице Большая Морская и презентация проекта торгового комплекса в районе Артбухты. В связи с недостаточной иллюстрированностью и описанием современного здания, члены Президиума решили отправить проект на доработку. А вот за создание молодежного духовно-патриотического центра в Инкермании голосовали единогласно. Для реализации этой идеи на ведение порядка на территории Инкерманской долины в скором времени будет создан попечительский совет. Вновь появившаяся структура попечительский совет имеет полное право выйти уже с программой, сколько потребуется времени, не знаю, но думаю, что недели две-три, не больше, с программой проведения всех необходимых действий. То есть проведение этих всех исследований, проведение интеризации, формирование полного понимания имущественно-земельного комплекса. То есть все действия в интересах Севастополя. Нет коррупции в школах города. Сегодня исполняющий обязанности губернатора Сергей Миняло встретился с работниками образования. На заседании обсудили актуальные вопросы по организации учебно-воспитательного процесса. В частности, поднималась проблема незаконных сборов средств в общеобразовательных учреждениях города. Подробности встречи в репортаже Натальи Двойциной. Своё вступительное слово на встрече с работниками образования, исполняющий обязанности губернатора Севастополя, начал с приятного. Сергей Миняло поблагодарил собравшихся за ответственную подготовку и работу, проделанную к новому учебному году. Я понимаю все сложности, которые были и есть, были при подготовке и есть на сегодняшний момент. Всё, что зависит от бюджета, имеется в виду правительство Севастополя и правительство России, будет сделано. В этом можете не сомневаться. И даже больше. Я понимаю, что непростые времена – это переход на программу, новую, переход на российские стандарты. Но это нам всё с вами просило. Далее исполняющий обязанности губернатора Севастополя Сергей Миняйло перешёл к главной теме встречи – коррупция в образовательных учреждениях города. Я понимаю, что 23 года школам мало выделялось занимать. Меня очень беспокоит вопрос поборов, то есть сбор денег, которые происходят в школе или происходили. И на сегодняшний момент, к сожалению, они продолжают происходить. Жалобы идут, конфликтные ситуации есть. Фонды, которые создавались или были созданы для поддержания школы, ремонтов школы – это всё неправильно, уважаемые друзья. Давайте мы на этом, скажем так, точку поставим. Сергей Миняйло призвал работников образования не возлагать на себя ответственности по подготовке и раздаче списков для закупки каких-либо товаров. Что необходимо детям, должны решать их родители. Учителя могут только дать совет. То, что касается там в классах, родительские комитеты и так далее и тому подобное. Это все эти вопросы пускай решают родительские комитеты. Вот, знаете, 1 сентября ко мне подходит женщина, показывает список. Заведующая детским садиком даёт список необходимого, перечень необходимого. Говорю сейчас с вами не для того, чтобы, ещё раз повторюсь, кого-то в чём-то обвинить. Я говорю о том, что есть проблема, которую нам совместно надо решать. В свою очередь работники образования обратили внимание исполняющего обязанности губернатора Севастополя на обвинения, которые поступают в их адрес. Когда во все услышания было родительской общественности заявлено о том, что все учебники и учебные пособия будут выданы бесплатно, значит, вот здесь возникла первая проблема. Учебники мы получили бесплатно, учебных пособий нет. И то, что сейчас по некоторым школам возникли звонки о закупке тетради и так далее, опять-таки выходила родительскую общественность. По минимуму покупаются тетради, но без них нельзя осуществить учебно-воспитательный процесс. То есть нужно опять об этом открыто говорить. Отвечая на вопрос, Сергей Миняйло отметил, в Российской Федерации и правда существует такая проблема. Для учебных учреждений редко, а иногда и вовсе не производится закупка учебных пособий. Их приобретение, так же как и школьных принадлежностей, лежит на плечах мам и пап. Но главная задача педагогических коллективов – грамотно и доступно донести эту информацию до родителей. Озвучили работники образования и вторую немаловажную проблему. Проблема-то в том, что счета, которые были выписаны в мае и в июне, в лучшем случае были проплачены в конце августа. А некоторые еще до сих пор лежат. И казначейство, проплачивая счета, определяет приоритеты. И если, например, приоритет, например, зарядка внедушителей, то канцтовары и моющие – это не приоритет. И журналы и так далее. И эти счета уже по три месяца лежат. И те даже копейки, которые нам запланированы, они не проплачиваются. Сергей Миняйло подчеркнул, для всех вопросов, несуществующих решений нет. Задача правительства России, в частности Севастополя, организовать и обеспечить. Исполняющий обязанности губернатора предложил директорам учебных учреждений города подготовить и подать аргументированное финансовое обоснование потребностей для обеспечения своей работы. Обосновывается заявка и происходит закупка. Или централизованно, или через управление образованием на каждую школу. Средства будут найдены не потому, что их искать надо. Средства для того, чтобы получить их, надо обосновать правительство Российской Федерации. Они будут обоснованы по тем критериям, по которым есть статья бюджетная. Сергей Миняйло подчеркнул, советовать и подсказывать родителям – прямая обязанность учителей. Но это не должно выходить за рамки. Отныне принуждения отменяются. Коррупция и поборы в учебных учреждениях города будут пресекаться. Наталья Двуцина, Наталья Бабкевич. Программа «Наше время». Исполняющий обязанности губернатора города Сергей Миняйло и руководитель агентства стратегического развития Севастополя Алексей Чалый встретились сегодня со студентами и преподавательским составом СевНТУ. Чиновники рассказали молодежи о концепции программы социально-экономического развития Севастополя и о месте сегодняшних студентов в ней. В свою очередь парни и девушки имели возможность задать свои вопросы представителям власти. Если вы хотите участвовать в жизни города, в жизни государства своего, вы об этих идеях не молчите, не стесняйтесь. Не бойтесь, как они будут восприняты кем-то. Не думайте о том, что о вас кто-то подумает, если вы скажете свое мнение. Если вы считаете, что это ваше мнение, да, идет вот от души, да, и оно так правильное. Вот тогда и сумасшедшие идеи будут восприниматься, да, и будут застреливать. Вот тогда и позиция в жизни будет. Работы по подготовке к выборам, которые пройдут 14 сентября, вышли на финишную прямую. 3 числа в Севастополе открылись все избирательные участки, получены бюллетени и списки. Об этом в интервью нашему телеканалу сообщил Валерий Медведев. Председатель городской избирательной комиссии рассказал, до 14 числа участки будут работать ежедневно. Местоположение их не изменилось. Все желающие могут прийти и уточнить свои данные в списках. Также с 3 по 13 сентября можно проголосовать досрочно. При себе необходимо иметь те же документы, удостоверяющие личность, что и в день выборов. Паспорт, российский или украинский, или военный билет, или же любое удостоверение, где есть Севастопольская прописка. Первыми проголосовали члены экипажа ракетного крейсера «Москва», которые уходят в дальний поход. Явка составила 98%. До срочного голосования не нужны объективные причины, это связанные со здоровьем и неожиданным выездом за пределы Севастополя и надолго, если человек 14-го не сможет вернуться с сентября к своему месту жительства. А других причин, в общем-то, и нет. Но это все надо указывать в заявлении, оно потом разбирается и человеку разрешается проголосовать, если это действительно так нужно. Заявление на месте? На месте, да, есть формы заявления, они подготовлены. На месте человек придет, когда заполнил, и будут рассматривать. 13-го числа вечером уже мы закроем избирательные участки и подготовим их к 14-му сентября, который откроется в 8 утра и будут работать до 20.00. У Севастопольского комбината благоустройства новый начальник. 29 августа на должность исполняющего обязанности директора этого коммунального предприятия назначен Игорь Артанов. Соответствующее распоряжение было подписано в правительстве Севастополя. Каковы перспективы работы комбината, узнавал Дмитрий Слизовский. Новый руководитель Севастопольского комбината благоустройства говорит, на базе старого будет создано новое унитарное предприятие. Однако сотрудникам переживать не стоит. Всех, кто уволился из старой компании, возьмут на работу вовновь созданную с тем же перечнем обязанностей. Будет создано унитарное предприятие, в которое будут переходить работники СКБ, ныне здесь действующие, в это унитарное предприятие с теми функциональными обязанностями, которые практически исполняли в настоящий момент. Изменится не только структура предприятия, но и принципы организации труда. Теперь сотрудники СКБ будут выполнять ряд работ, которые до этого выполнялись частными предпринимателями. Под вывеской СКБ работали предприниматели. Так не будет. То есть предприятие самодостаточное. Может производить и будет развиваться именно производственная сфера. То, что раньше оказывали услуги различные предприниматели, ну по понятным причинам, вот, это будет делать все предприятие. То есть в этой части может даже коснется в сторону увеличения зарплаты, потому что появится доход реальный, и естественно он отразится на благополучии. И у директора Силостопольского комбината благоустройства Игорь Артанов также отметил, сотрудники СКБ пройдут переподготовку в профильном учебном заведении. Дмитрий Слизовский, Наталья Бабкевич, программа «Наше время». 3 сентября сотрудниками специального отряда Главного управления МЧС России по Севастополю при очистке местности в Балаклавском районе был обнаружен взрывоопасный предмет. Специалисты пиротехники идентифицировали его как фугасную авиационную бомбу ФАП-100. Как установили специалисты, взрыватель боеприпаса был сильно поврежден коррозией, что не позволило определить его тип. Поэтому было принято решение с соблюдением всех норм безопасности ликвидировать опасную находку на месте обнаружения. Всего от МЧС России по Севастополю было задействовано 14 человек личного состава и 4 единицы техники. И это не все события на сегодня. Далее вы увидите. Реалии перспективы. Музей-заповедник Херсонес-Таврический посетил директор Эрмитажа Михаил Петровский. Вновь поражение. Эскачеев Севастополь проиграл очередной матч. Реалии перспективы. Музей-заповедник Херсонес-Таврический со знакомительным визитом посетил директор Эрмитажа Михаил Петровский. В ходе встречи обсудили ряд вопросов, в том числе укрепление и расширение сотрудничества между музейными учреждениями. «Русская троя» – так издавна называли археологи Херсонес-Таврический. Раскопки древнего города ведутся с 1827 года. И с тех пор на морском берегу стали появляться дома и улицы, площади и храмы древнего города. Херсонеский заповедник – один из крупнейших центров историко-археологических исследований и среди научных сотрудников. Почти во все годы были ученые Государственного Эрмитажа. Вот раскопки так называемого 20-го квартала. Работа велась на широком участке, на уровне поверхности XII-XIII веков. И эти работы были прекращены в 1991 году. И вот пришли новые времена. В заповедник Херсонес-Таврический для подписания договора о сотрудничестве прибыл директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Петровский. Пресс-конференция российского историка-востоковеда, арабиста, автора более 200 научных статей состоялась на территории заповедника. А как вы видите дальнейшую судьбу Херсонеса? Это объект федерального значения с федеральным подчинением, чтобы помочь сохранить все это? Не хочу быть неполитокорректным, но я думаю, что, конечно, федерального подчинения он должен быть. Это объект ЮНЕСКО. И на самом деле, что значит объект ЮНЕСКО? Да, это объект ЮНЕСКО, плохо, хорошо. Объект ЮНЕСКО значит громадная ответственность за то, что... Ведь ЮНЕСКО же ничего особенного не так немножко помогает, но главное, что они контролируют, не испортят для чего, не сделают, что не так. Поэтому это громадная ответственность. Поэтому она должна быть федеральной ответственностью. Поскольку это и деньги, и отчетность, и все. Так что я думаю, что руководство заповедника со мной согласно. наверное, что федеральный, конечно, объект. В каком состоянии вы увидели объекты археологические на полуострове? Вы знаете, в очень хорошем состоянии. Они все в хорошем состоянии, они все в работе одновременно. Вот это очень всегда, мне кажется, очень страшно, когда вдруг археологические объекты законсервируются, и все, они превращаются только в музей, только для туристов. А тем более, что все объекты Крыма, они вечные, там можно вечно работать, всегда что-то открывать. И когда найдено такое хорошее соотношение между раскопками и консервацией, музеификацией, я видел, что во многих случаях уже решены проблемы, как здесь консервации того, что раскопано, потому что в многих памятниках археологи засыпали, иногда засыпают то, что раскопали, чтобы не разрушилось. Так что вот все вместе сочетание консервации, реставрации, просвещения и, главное, археологической работы науки, но есть, по-моему, все в общем в прекрасном состоянии. Несколько дней назад было принято решение оставить опять на некоторое время в Голландии экспонаты четырех крымских музеев, в том числе Олег и Херсонеса. Российские музейщики что-то будут делать, чтобы экспонаты вернулись сюда? По этому поводу я могу сказать только одно, что я говорю несколько недель. Не мешайте сейчас юристам. Это в первую очередь журналистам. Не мешайте сейчас юристам. Вопрос не простой, вопрос требует времени работы юристов. Михаил Петровский считает, что сотрудничество Эрмитажа и заповедника Херсонес-Таврический будет очень плодотворным. А работы планируются на много лет вперед. В пятом туре первенства России среди команд второго дивизиона группы ЮХ СКЧФ Севастополь вновь уступил со счетом 2-4 в ФК Краснодар-2. Подробности у Владимира Милянского. Все. В очередном туре первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны ЮГ группы А сезона 2014-2015 в домашнем матче СКЧФ Севастополь принимал футбольный клуб Краснодар-2. Уже в начале календарного матча болельщики скандировали «Нам нужна сегодня только победа». Первым открыл счет севастополец Александр Данишевский. 30-летний форвард пробил точно 1-0. Но уже на 20-й минуте у лидера травма и Александр покинул поле под бурные аплодисменты. Краснодарцы главный тренер Олег Кононов, а старший тренер в этой молодежной команде Дмитрий Кудинов. Всем игрокам 18-19 лет Дмитрий Кудинов. Ответили голом. 1-1 на табло. Во втором тайме картина поменялась. Автогол севастопольца Адиля Ибрагимова 1-2 в свои ворота. Ответный Артема Петренко и счет 2-2. Но вторая желтая, значит красная у Ильи Кричмара. И игра пошла в одни ворота. Наши. В итоге 2-4. Очередное поражение севастопольцев. Тренеры и специалисты отметили заметно хорошую игру в первом тайме севастопольских футболистов. Ударов в створ ворот предостаточно. Но то перекладина, то штанга просто не фарт. В итоге у Искачаев Севастополь 0 очков и последнее 11 место. 2 забитых 7 пропущенных мячей. У наших земляков ТСК Таврия-Симферополь 7 очков. Третья позиция турнирной таблицы и ни одного пропущенного гола. Ялтинская жемчужина на выездной матч не прибыла и получила техническое поражение 0-3. Хотя причина веская. Паромная переправа. Впереди в нашей группе А Афипс с 12 очками. На втором Новороссийский Черноморец с 10. Официальный шестой тур Перенца в субботу 6 сентября Искачаев Севастополь в гостях встречается с дружбой из Майкопа. Наши болельщики приглашаются поддержать Искачаев Севастополь 2 в воскресенье 7 сентября в 19.00 севастопольцы в товарищеском матче встречаются с метеором из Санкт-Петербурга. Вперед Севастополь! Владимир Милянский Дмитрий Воробяк программа «Наше время». И это все события о которых мы успели вам рассказать. Вы смотрели программу «Наше время». В студии был Владимир Сорокин. Всего доброго. Коммунальные проблемы, медицина, образование, формирование заработных плат. Такие вопросы обсудили в Балаклаве на встрече с руководителями города. Нет коррупции в школах города. Сегодня исполняющий обязанности губернатора Сергей Миняйло встретился с работниками образования. Надежды и перспективы Сергей Миняйло встретился со студентами и преподавательским составом СИВНТУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин